Сегодня стало известно, что в Северодвинске возбуждено уголовное дело по факту организации Притона. Полтора года интимные услуги там оказывали девушки, в том числе и несовершеннолетние, 16 и 17 лет. Нехорошую квартиру, искала Евгения Карелина. У нас в подъезде все люди хорошие, все серьезные. И все почти семейные, пенсионеров половина в подъезде. Про таких девушек ничего не слышали? Не слышала, не слышала и не видела. О нехорошей квартире жители дома номер 100 на Ломоносово только читали. И даже не подозревали, что по соседству с центральной городской библиотекой находится Притон, где несовершеннолетние северодвинки оказывали интимные услуги. Было бы видно, это, наверное, заметно бы было. Ну, во-первых, машины бы какие-то подъезжали или что-то, или, во-первых, женщин этих тоже видно. Опять же, а так? Ничего не видели? Ничего не видел. Сколько лет живу в этом доме? С 77-го года, можно сказать. И чтобы что-то подобное. Организатор Притона – 36-летний таксист. Против мужчины сегодня возбуждено уголовное дело. Вино он признал. Ночных бабочек находил в интернете, сам занимался поиском клиентов и снимал квартиру для оказания интимных услуг. Следователь уверяет, о возрасте работниц не знал. В ходе допроса несовершеннолетней девушки факт занятия проституцией подтвердили. Ну, они все из неблагополучных семей, все с раннего возраста предоставлены, будем, скажем, себе, матери, склонной к долупотреблению спиртных напитков. Ну, неблагополучные семьи, как бы, занялись, в первую очередь, для того, чтобы иметь свои деньги. Сейчас организатор Притона не выходит из дома. Мужчина под домашним арестом. Ему грозит до шести лет лишения свободы. А девушкам, возможно, придется заплатить штраф около двух тысяч рублей. Правда, для этого надо устроиться на работу. Евгения Карельна, Александр Дятлев, Вестник, Северодвинска. Продолжение следует...